Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях вам расскажут наши корреспонденты и я, Наталья Богданова. Но сейчас коротко о самых главных темах этого выпуска. Два летальных случая. Как за выходные изменилась статистика заболевших коронавирусом и летальных исходов. Некоторые кафе и рестораны продолжили работать после 10 вечера, нарушая указ губернатора. Их владельцев привлекут к административной ответственности. Журналист Алексей Пивоваров высказался об установке бюста казаку-белогвардейцу Тимофею Сладкову. Памятник в Первомайском районе его возмутил. Продлевать договоры с КШП не будут. В администрации прошла встреча по вопросам организации школьного питания. Театр кукол представил премьеру спектакля. Юным зрителям показали постановку «Маша и Медведь». Более подробно об этих новостях и не только расскажем далее в выпуске. Начнем с информации о распространении коронавирусной инфекции. За сутки диагноз COVID подтвердили у 174 оренбуржцев. Это максимальный показатель с начала пандемии. Увеличилось количество и летальных исходов. За выходные умерли два человека. За все время коронавирус был подтвержден более чем у 16,5 тысяч оренбуржцев. Умерли 106 человек. Также в Минздраве сообщили, что в Оренбурге начал работать роддом для беременных с COVID. Он открылся на базе городской больницы номер 2. Сейчас в регионе около 400 беременных женщин, зараженных коронавирусом. Из-за эпидситуации до конца декабря отменены поезда в Екатеринбург и Самару. Роль сыграло и снижение пассажиропотока. Об этом сообщили в РЖД. Курсировать из Оренбурга поезда перестанут с 3 ноября. Пока по 22 декабря. Отмечу, что реже будут ходить поезда и до Москвы. Купленные ранее билеты можно обменять на другие или вернуть деньги. На территории Оренбургской области продолжает действовать указ против распространения коронавирусной инфекции. Согласно последним правкам, заведения общепита могут принимать гостей только в дневное время. Однако некоторые кафе и рестораны продолжают обслуживать посетителей после 22.00. К рейду по ночным заведениям присоединилась наша съемочная группа. Здесь персонал сидит, просто отдыхает и все ждет закрытие. То есть у вас, говоришь, это персонал здесь? Да, все. В ночь с 23 на 24 октября сотрудники Минсельхоза и полиции проверили работу заведений общепита. По новому указу губернатора они должны быть закрыты с 10 вечера до 8 утра. Однако в ходе рейда выяснилось, что не все соблюдают закон. Я прихожу чисто к подруге, и мы с ней сидим, просто сидим, чай пьем. То есть заведение, по сути, закрыто. Вы здесь не работаете? Нет. А почему нас пустили? Человек спросил по телефону, работать ли вы. Ответили да и впустили нас. Почему? Ну, потому что мы ему сказали, что мы работаем на данный момент. Ну, мы работали. И мы закрыли дверь, чтобы убраться. Поднялся по часу. Он позвонил и спросил, работаем мы сейчас, типа, здесь мы еще или нет. Мы сказали, да, потому что мы его ждали. Свои нарушения сотрудники заведений общепита объясняют тем, что гости задерживаются после 22.00. О том, что по закону посетители не должны находиться на территории клубов и ресторанов с 10 вечера до 8 утра, руководству заведений было неизвестно. Вы должны были закрыться в 2 часа на год. Ну, я же не могу с тарелками выгонять людей на улице, правильно? Вы должны по закону. Почему работаете? Мы не работаем, мы ждем, когда люди доедут. Они сейчас закушают, и мы закрываемся. Вы закон нарушаете? Вы в курсе? Какой закон я нарушаю? Режим работы нарушили, это по указу губернатора, плюс еще нарушение федерального законодательства продажи алкогольного непонятного происхождения. Штраф от 30 до 50 у юридического лица значительно выше. От 100 тысяч до 500. В ходе рейда были выявлены нарушения в работе трех заведений. Отметим, в одном из них была обнаружена несертифицированная алкогольная продукция. В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела. Оренбуржцы продолжают жаловаться на отсутствие градусников в аптеках в самый разгар пандемии. Если поставок электронных термометров учреждения ожидают, то ртутные больше на прилавках не появятся. Почему? Расскажем в сюжете. В социальных сетях бурно обсуждается исчезновение ртутных градусников из аптек. Оренбуржцам советуют приобретать электронный термометр. Но не все довольны данным аналогом. Стоит дорого, да и измеряет не точно. Так ли это? Попробуем разобраться. Электронным. У меня ртутные есть и электронные. В основном электронные. Я по-прежнему пользуюсь ртутным градусником. Никаким у меня не бывает никогда температуры. Всю жизнь мы пользовались ртутными градусниками. Никакого вреда они нам не наносили. И он является самым точным. По данным нашего опроса в социальных сетях, большинство оренбуржцев продолжают пользоваться ртутными градусниками. 81%. Электронными в разы меньше. Также мы узнали мнение жителей о бесконтактных термометрах. 90% респондентов ответили, что не доверяют их показаниям. Ртутные градусники больше не появятся в аптеках. Россия в 2014 году официально присоединилась к Миномадской конвенции по ртуте. Документ вводит запрет на использование тяжелого металла в бытовых приборах. В этот список входят и ртутные термометры. Запрет начинает действовать с 2020 года. Однако многие эксперты считают, что возможный вред от ртутных градусников не так велик. То есть температура испарения ртути где-то примерно плюс 18 градусов, но концентрация ее в воздухе после разбития градусника будет небольшая. По ДК на ртути где-то примерно 0,03 миллиграмм на кубический метр в воздухе. Опасность представляют большие промышленные термометры. Не домашние градусники, содержат где-то около 2 граммов ртути. А вот промышленные там содержатся достаточно 5-10 и больше. Несмотря на запрет, ртутные градусники все еще можно купить в интернет-магазинах. Но цены на них отнюдь не радуют. Если до пандемии их можно было приобрести за 40-80 рублей за штуку, то сейчас минимальная цена составляет 400 рублей. Электронные термометры могут обойтись еще дороже. В среднем цены варьируются от 300 рублей до 8 тысяч. И это опять же на интернет-площадках. В обычных аптеках Оренбурга не встретить и таких вариантов. Со мной люди в очереди стоят в других аптеках. Все спрашивают градусники. Вот только что спрашивали на Володарского. Делаешь заказ, тебе его оформляют, в наличии все есть. А потом приходят, ваш заказ выполнил частично. Сейчас приезжают, мне говорят, вообще нет. А зачем тогда вы принимали заказ? Многие оренбуржцы отказываются от покупки электронных и бесконтактных градусников, ссылаясь на их неточность. Наша редакция решила проверить эту теорию и измерить температуру тремя видами термометров. Ртутный градусник. Время измерения 7 минут. За это время мы можем измерить температуру бесконтактным способом, который сейчас используется при входах в любую организацию. 35,8. А пока будем дожидаться результатов ртутного градусника. 36,8. Пришло время испытать электронный градусник. Результат мы узнаем сразу после звукового сигнала. Смотрим температуру 36,8. Напомню, бесконтактный термометр показал температуру 35,8, что на целый градус ниже, чем ртутный и электронный. Эксперты уверяют, что не стоит переживать из-за исчезновения ртутных градусников из аптек, поскольку электронный градусник может быть таким же точным и прослужить много лет. В администрации Оренбурга заявили, что продление действующих контрактов с комбинатами школьного питания невозможно. Однако у прокуратуры, у ФАС и представителей общественности другое мнение. Почему мэрия настаивает на проведении торгов и связано ли это с возможным переделом рынка? В теме разбиралась Анастасия Клесова. Трехсторонние договоры между образовательной организацией, комбинатом школьного питания и родителями заключены в 84 учреждениях. 1 января 2021 года контракты заканчиваются у 70 школ. Мэрия Оренбурга решила изменить систему организации школьного питания и провести конкурс по отбору подрядчика. Раньше окончательное решение о выборе комбината школьного питания было за родителями, однако новые торги не предполагают их участие. Мы провели опрос в социальных сетях. Большинство респондентов считают, что определять поставщика школьного питания должна родительская общественность – 72%. 21% оренбургцев проголосовали за то, что подрядчика должна выбирать образовательная организация. И 7% – мэрия. Участвуют родители, проходит презентация, идет конкурентная борьба между комбинатами. Поэтому здесь, на мой взгляд, эта процедура самая современная, которая есть на сегодняшний день. Укрупнив данные закупки, количество делегируемых представителей родительской общественности будет сокращено, но очень значительно. А это вызывает как раз вот эти коррупционные риски. Ранее СМИ сообщали, что проведение торгов может быть связано с переделом рынка школьного питания. Однако в мэрии сообщили, что конкурс необходим, так как питание детей с 1 по 4 класс теперь оплачивается из бюджета города. Если только одна площадь, чтобы зашел данный поставщик, то, соответственно, этот поставщик автоматом должен будет накормить и категорию с 5 по 11 класс. Все общеобразовательные организации города Оренбурга автономные. Следовательно, они имеют право как самостоятельно провести конкурс, так и, пользуясь типовым положением, войти в совместную закупку. На круглом столе руководители комбинатов школьного питания попросили продлить действующие контракты на 5 месяцев. Их поддержали прокурор Оренбурга, региональная УФАС, а также представители общественности. Предлагаем администрации города Оренбурга рассмотреть, проработать возможность пролонгации. Обратились в своем решении, поизведем еще и прокуратуре города, где мы просим дать юридическую оценку механизма пролонгации. Рассмотрите, пожалуйста, внимательно вот это обращение, я знаю, что оно и в главе пришло. Это положение, безусловно, это ваше право, как учредители. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что автономные учреждения школы – это самостоятельная абсолютно организация. Мы еще раз проработаем этот вопрос, но именно пролонгация действующего договора невозможна. Надзорные органы и общественники считают, что уже отлаженная система в нынешней ситуации будет лучше проведения торгов. Ранее в СМИ появилась информация о заходе на рынок школьного питания компании «Корпус Групп». По данным портала 56 УРБ, рынок в Оренбургской области оценивается в 3,5 миллиарда в год. В мэрии сообщили, что аукцион по выбору подрядчика будет открытым, а значит, принять участие в нем смогут все желающие. Анастасия Клесова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Журналист Алексей Пивоваров возмутился установкой бюста казакобилогвардейцу Тимофею Сладкову в Первомайском районе. Об этом он сообщил в выпуске редакции Ньюс, зрителями которого уже стали более 1 миллиона человек. Тимофей Сладков возглавлял отряд белогвардейцев, который в 1919 году разгромил штаб-дивизию Василия Чапаева. Теперь бюст победителя установили на территории храма Вознесения Господня на улице Чапаева. Алексей Пивоваров напомнил, что Чапаев – культовый персонаж советской истории. Журналист поинтересовался, как на эту новость отреагирует военно-историческое общество. Я, кстати, вообще не против и легко допускаю, что у казачьего атамана заслуг перед Россией больше, чем у влиятельного полевого командира Василия Ивановича. Только один вопрос. Почему, раз мы допускаем бюст белогвардейца на улице Чапаева, мы за другие дискуссии о советском периоде грозим уголовными делами и создаем в СК отдел по борьбе с фальсификацией истории? Как говорится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Установка бюста вызвала большой общественный резонанс. Оренбургские коммунисты назвали это глумлением и попыткой расхолоть общество. За разъяснением ситуации партия направила запрос в Российскую Православную Церковь. Общественное признание должно быть, а не признание узкой группы лиц. Такое впечатление создается, что казаки договорились с церковью и воткнули туда бюст. А здесь как бы в обход общения с населением, сельсоветом. Кроме того, партия задалась вопросом, почему именно под Оренбургом усыновили бюст Сладкову, а не в Уральске, где он родился, или во Франции, где он умер. Внучка Чапаева открыто была возмущена тем, что на Урале, где погиб ее дед, возвели памятник врагу. У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. А вот внук Тимофея Сладкова поблагодарил за бюст и выразил надежду, что когда-нибудь посетит Оренбург. Сейчас он проживает во Франции. А вот что по этому поводу думают оренбуржцы, мы спросили у прохожих. Я думаю, что у каждого деятеля, там, военного чиновника есть свои последователи, есть те люди, которые считают, что он сделал правильно, поэтому их, наверное, получилось так много, что решили поставить памятник. Ну, возможно, правильно. Наверное, правильно, потому что там уже происходили события. Вы знаете, вот то, что у нас и власовцев начинают прославлять как-то там, и улицы, вот это подобие Украины. Нет, мы, я считаю, что это не наше наследство. Мы должны бороться против этого. Те казаки, которые место там решили, то это значит, что они сделали правильно. Вот и все. Это для нас сделано, а не для правительства, не для кого. Это издевательство. Мы учили историю когда-то в детстве. Поэтому по истории белогварицы здесь враг на род. По-моему, это сумасброса. Пусть лучше помогает малоимущим, чем вот с риса на этот памятник пошло. Я считаю, не такой он великий, этот человек. С инициативой установить памятник выступили казаки. Деньги на монумент собирались частных пожертвований. Валерия Шарова, Артем Букреев. Городской телеканал ЮТВ. Областной театр «Кукол» представил премьеру спектакля «Машенька и медведь». Юных зрителей порадовали не только яркими декорациями, но и возможностью пообщаться с артистами. На премьере побывала Юлия Тюшевская. В начале театрального сезона Оренбургский театр «Кукол» порадовал юных зрителей премьерой. Обновленный сюжет всем известной сказки «Машенька и медведь», поставленный по пьесе режиссера и драматурга Виктора Швембергера, с первой минуты погрузил зал «Волшебный кукольный мир». Как поделился режиссер Вадим Смирнов, перед командой стояла задача порадовать и удивить как малышей, так и взрослых зрителей. Спектакль о дружбе, о том, как люди находят друг друга. Маша одна потерялась в лесу, ей безумно страшно. Она, как говорится, шагнула из дому и встретилась со всей вот этой жизнью в лесу, когда маленькому ребенку страшно одному. Медведь, который живет один, и он привык жить один, он и не понимает, что такое человеческое, по-человечье. А вот они встретили друг друга, и им захотелось друг о друге заботиться. Эта история содержит как забавные, так и трогательные моменты. Актеры делятся. Удивить маленького зрителя – огромный труд. С каждым выходом на сцену и актеры, и режиссер-постановщик оттачивают мастерство, стараясь сделать спектакль еще лучше, запомниться зрителю и создать атмосферу праздника. Герой у меня – Маша, девочка, которая потерялась в лесу. Ну, герой, ну, как сказать, зацепил. Дети, они всегда такие наивные, всегда интересные. Играет детям, более это уже вторая моя такая роль, где я играю ребенка. Сначала у меня был мальчик, вот. А сейчас играю девочку. Очень яркий спектакль, очень красочный. Эмоции самые положительные, конечно. Сама как ребенок радовалась, сама как ребенок веселилась. Поэтому актеры большие молодцы. А спектакль очень понравился. Ребенок очень хорошо реагировал, улыбалась, смеялась, в ладоши хлопала. И захотела к Мише в гости тоже. Особенно лягушка вообще просто. Да, Даша? Тебе понравилась лягушка? Да. От премьера мы, конечно, в большом восторге. Очень долго ждали. Актеры понравились, все на высшем уровне. В рамках нацпроекта «Культура» в здании Оренбургского театра «Кукол» проводится капитальный ремонт. Поэтому в настоящее время спектакли идут на площадке Оренбургской областной филармонии. В ближайшее время премьерный спектакль «Машенька и Медведь» покажут 22 ноября. Приобрести билеты можно на сайте Оренбургского областного театра «Кукол». Юлия Тишевская, Артем Букреев, городской телеканал «ЮТВ». На этом у меня все. Еще больше новостей можно посмотреть на нашем сайте utv.ru или в инстаграм-аккаунте «ЮТВ Орен». Напоминаю, что вы можете поделиться своими новостями. Для этого звоните по номеру телефона 430045. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на «ЮТВ». Субтитры подогнал «Симон»!